Недавно мы с вами уже видели мини-пк объемом пару литров с полноценной дискретной графикой RX 6600, который тянул вообще всё. Видели миник поменьше, с самой мощной встройкой на данный момент Radeon 780M. И это тоже было хорошо, но сегодня у нас совсем малыш. Полноценный компьютер, который вмещается в ладонь. На размеры не смотрите, здесь прячется восьмиядерный процессор и встройка, которая в теории ничуть не хуже той самой 780M. Сегодня вы станете свидетелями истории, как один софтовый косяк испортил череду побед компании Minisforum. Китайцы умудрились утрамбовать мощное железо в коробок, который хочет, но не едет. Если вы думаете, что проблема в охлаждении, то это не так. На связи МК, тестируем самый маленький полноценный компьютер, которому не удалось. Сейчас, когда курс доллара вырос, особо остро стоит вопрос, где выгоднее покупать железо. Ответ. Весь октябрь на мегамаркете, маркетплейсе, где можно найти практически всё, действует повышенный кэшбэк до 60% бонусами на бытовую технику и электронику. Как вам новенькая RTX 4060 с гарантией за 45 тысяч рублей? С неё при оплате со SberPay 21 тысяча рублей вернётся бонусами Sber Спасибо. Или же 12-ти гиговая RTX 3060 за 42 тысячи рублей, при этом больше 19 тысяч, также вернётся бонусами. Один из лучших процессоров для игрового ПК Intel Core i5-12400F с кэшбэком в более чем 9 тысяч бонусов. Ими можно оплачивать до 99% от стоимости следующей покупки. Как вы любите, доставка всегда бесплатная, а подписчиков Sber Prime и Sber Prime Plus ждут повышенные бонусы. Если вы заказываете впервые, не забудьте промокод осеньтехника на дополнительную скидку 3000 рублей при заказе от 10 тысяч рублей. А ещё не пропустите акцию «Зелёный день». Она пройдёт с 9 по 12 ноября, и в эти дни будет ещё больше товаров по классным ценам. Но избранные можно купить уже сейчас. Покупайте выгодно на Мегамаркете. Ссылочка в описании. Пробежимся по ТТХ. Внутри чёрной коробочки спрятан мобильный восьмиядерный Ryzen 7 6800U с графикой Radeon 680M. Им помогает 32 гигабайта LDDR5 на частоте 6400 МГц. Хотя, вернее сказать, мешает. В бенчмарке AIDA64 память достигает лишь 45-50 гигабайт в секунду, что для DDR5 крайне мало. А это уже намекает на то, что интегрированная графика будет страдать. Задержки ОЗУ просто ужасные. Аж 110 нс. С учётом того, что память распаяна, это навсегда. А вот накопитель можно сменить. Используется компактный PCI-Express 4.0 SSD формата 2230. Не самый популярный размер, но при желании на Али легко найти такие же диски объёмом до 2 ТБ. Давайте сразу нагрузим этот стеснённый восьмиядерник в долгом тесте Sinebench R23, чтобы проверить систему охлаждения. За полчаса жёсткого стресса мобильный Ryzen прогрелся до 85-87 градусов, упираясь в 30 Вт и удерживая частоты выше 3 ГГц. При этом официальный теплопакет для Ryzen U серии 15-28 Вт. То есть китайцы даже вышли за спецификации AMD. Так что минисфорум не слукавили, расписывая прелести охлаждения с жидким металлом. При желании в BIOS можно поднять и значения теплопакета, и максимально возможные температуры. Но только виртуально. Дело в том, что аж 4 доступных значения TDP ничего не меняют. Процессор так и остаётся запертым в 30 Вт. Для китайцев фейковые параметры – обычное дело. Да и увеличивать максимальную температуру смысла нет. Коробочка сбалансирована, процессор работает быстро и в разумном шаге от перегрева. В Sinebench наш восьмиядерный 6800U набирает порядка 1500 баллов в однопотоке и 10500 в многопотоке. Это уровень народного Ryzen 5 5500. Достаточно мощного десктопного шестиядерника, который без проблем тянет популярные карты уровня RTX 3060 и RX 6600. Здесь же такая моща, но в компактном размере. В CPU-Z результат снова сравним с 5500. Порядка 450 баллов в однопотоке и 4500 в многопотоке. В достаточно лёгком 7-зип мобильный камушек и вовсе разогнался выше 4 ГГц, выбив 75 гипс. Для сравнения, Ryzen 9 6900HX, который является клоном этого U-камушка, но с 55-ваттным теплопакетом, выбил в этом тесте лишь на 15% больше попугаев, порядка 88 гипсов. Это ещё раз подтверждает отличную энергоэффективность шести нанометровых Ryzen, которым, в отличие от современных Intel, не нужны огромные теплопакеты для полноценной работы. Запускаем у Кранчер. Этот тест идеален для максимальной нагрузки на процессор. Он заставляет чип заниматься тем, для чего он был создан. Решать достаточно сложную математическую задачу по вычислении огромного количества знаков числа Пи. В итоге для расчёта 2,5 миллиардов знаков потребовалось больше 10 гигабайт ОЗУ и порядка 2,5 минут времени. Тут процессору пришлось тяжко. Его частота временами уходила ниже 3 ГГц, но всё же результат для мини-ПК достойный. Для сравнения, десктопный 100-ваттный шестиядерный Ryzen 5 7600X справляется с этой же задачей за 80 секунд. Почти вдвое быстрее. Но тут тот самый случай, когда большой TDP решает. После таких результатов неудивительно, что в интернете у мобильной ряженки проблем нет. В тесте джаваскрипта Jetstream 2 6800U набрал 224 сферических попугая в вакууме. При этом почти не напрягаясь, удерживая частоту под 4 ГГц. Результат отличный, столько же набирает восьмиядерный, некогда топ Интела i9-9900K. Так что с серфингом даже по тяжёлым страничкам у мини-ПК сложностей точно не возникнет. А вот теперь к сути проблемы. 3DMark Time Spy восьмиядерную зионность процессора не оценил. Оно и понятно, играм хватит и в шесть ядер, лишь бы был быстрый однопоток, с которым у мобильного 6800U проблемы из-за ограничения по теплопакету. В итоге результат порядка 6000 баллов, что сравнимо с четырёхъядерным Core i3-12100, и на четверть хуже, чем у шестиядерного Ryzen 5 5500. Но беда этого ПК — не процессор, а встроенная графика. Да, Radeon 6800M неплоха. 12 вычислительных блоков, есть поддержка трассировки лучей и частота выше 2 ГГц. Фактически, эта карта три четвёртых от простой дискретки RX 6500 XT. Но производительность сильно зависит от теплопакета, который этой встройке приходится делить вместе с восьмиядерным процессором. И как показал тест GPU в 3DMark, да, 30 Ватт в системе очень мало. Интегряжка набрала порядка 1800 баллов. И для iGPU результат хорош, не спорю, это уровень когда-то народной GTX 1050. Но база тестов говорит о том, что 6800M, будучи свободной по теплопакету, должна набирать 2600 баллов. А это уже уровень ощутимо более мощной 75-ваттной GTX 1050 Ti. Так что уже даже по синтетике понятно, что Minis Forum серьёзно подрезали крылья встроенной графики. Смотрим, как это скажется на играх. Начнём, как обычно, с киберпанка. Full HD, с минимальными настройками графики и FSR в качестве. В таком режиме FPS в бенчмарке даже ниже консольного, с нередкими просадками к 20 кадрам. И это ещё не всё. Восьмиядерник на достаточно свежей архитектуре не может нагрузить интегряшку на полную. Объяснить это просто. 30-ваттный теплопакет делится пополам между процессором и картой. И подачек по 15 Вт обоим катастрофически не хватает. Процессор еле-еле держит 1,5 ГГц. С постоянными провалами к 400 МГц. Интегряшки тоже тяжко. Аналогичные провалы к 500 МГц. При этом в среднем частота лишь около ГГц. Напомню, максимум этой графики 2200 МГц. То есть в этом мини-ПК Radeon 680M работает аж вдвое медленней. После такого ужаса возникают вопросы даже не к мини-сфоруму, а к AMD. Восьмиядернику с топовой интегряшкой не хватает даже 30 Вт. А вы официально предлагаете его зажать в 15. И то, что он в таком режиме будет тащить косынку при частоте из времен третьего Пентиума, это выглядит как очередная победа маркетологов. Взять восьмиядерный Ryzen 7 6800H, который внезапно имеет схожие частоты и графику, но по теплопакету 45 Вт. И урезать ему аппетиты аж вдвое. И на бумаге все будет выглядеть отлично. В вашем тонком ультрабуке целых 8 ядер. Но физику не обманешь. Оно просто никуда не едет, даже при 30 Вт. И решить эту проблему не получится никак. Андервольтинга нет, повысить теплопакет тоже нельзя. Так что придется и дальше страдать в играх при 30 Вт, с грустью глядя на прохлаждающуюся систему охлаждения и температуры ниже 70 градусов. В Киберпанк снижать настройки дальше некуда. Поэтому приходится ставить мыло FSR на производительность и понижать разрешение до 900 Пи. В таком режиме FPS по бенчмарку поднялся до 35. Но играть так нереально. Постоянные фрезы, вплоть до заикания звука, вязкое управление, падение кадров ниже 30 в перестрелках и откровенно плохая картинка. Возможно, найдутся те, кто пройдет игру в таком режиме, но удовольствие получить будет сложновато. Ладно, с Киберпанком не срослось. Есть еще Doom Eternal, которая оптимизирована под красных. Снова Full HD, низкие настройки графики и тут тоже полный провал. В бою кадры падают ниже 20, при добиваниях случаются ощутимые фрезы. И это неудивительно, когда процессор проваливается в 400 МГц. В общем, полный ад. Для быстрого шутера это неиграбельный результат. Если включить динамическое разрешение с целевым FPS 60, будет не сильно лучше. Кадры прыгают около 30-40, но все еще процессор и графика частенько заныривают в частоты ниже ГГц. Что, разумеется, приводит к фрезам. Кое-как на уровне сложности, не делай мне больно, пробежать игру можно. Но снова без всякого удовольствия. Давайте уже опустимся в киберспорт, там наверняка будет все окей. Начнем с доты. Оптимистично мы поставили средне-высокие настройки в Full HD и неожиданно для себя получили консольный экспириенс. Полюбовались нежным неоновым светом от персонажей и спустились к минималкам. Артефакты исчезли, кадры в замесах подросли до 40, но играть так все равно некомфортно. Процессор хоть и удерживает всегда за 4 ГГц, что удивило, но график фреймрейта все равно рисует тахикардию. С частотой интегряшки нередко в 400 МГц ожидать чего-то другого не приходится. Я, конечно, предполагал, что проблемы будут в киберпанке, но в доте, которая запускается даже на утюгах, это, конечно, за гранью. Уже даже как-то грустно заходить во второй Counter-Strike. Если раньше CSGO шла даже на дровах из нулевых, то сейчас, увы, на урезанный Radeon 680M в Full HD с минимальными настройками графики получится рассчитывать только на 30-40 кадров. Для киберспортивного шутера это очень мало. Меня ваншотят с нормальным FPS, а тут я даже не успеваю среагировать, чтобы стрельнуть. Статистику MSI AutoBurner не рисует, но по ощущениям и так все понятно. Ну и игра последний шанс, мир танков. Full HD с высокой улучшенной графикой. Это единственная игрушка, которую достойно потянул этот коробок. Ну, конечно, если не ставить графику на высокие или даже на средние настройки. В таком случае будет около 40 кадров с рваным фреймрейтом. Ну, получится поиграть за арту. Упора в процессор нет, но вот Radeon штормит знатно. Она частенько падает к 400 МГц, что вызывает неприятные фрезы, которые могут стоить вам пробития в корму. Но вот на низких настройках графики Full HD можно получить стабильные 70-100 FPS. Фрезы исчезают, отзывчивость управления хорошая. В общем, картошка оправдала свое название. Для сравнения, на ПК от этой же фирмы, но с нормальным TDP и самой новой графикой Radeon 780M, танки отлично шли на высоких настройках графики. Ну что тут скажешь. В этот раз минисфорум не фортануло. Но ведь можно было сделать хорошо. Поставить быструю оперативку, она сейчас стоит копейки. Дать возможность увеличивать теплопакет. Даже в таком малыше система охлаждения бы справилась без проблем. Лишние 10-15 Вт вместе с хорошей ОЗУ могли дать буст кадрам раза в полтора, если не два. И сделать тот же Cyberpunk абсолютно играбельным. Я уже не говорю про киберспорт. Мы уже видели два мини-компьютера от этой фирмы, и это было круто. Даже малыш на Radeon 780M с теплопакетом в 55 Вт не разочаровал. А версия побольше с дискретной 6600M вообще удивила тем, что можно запихнуть такую мощу в столь компактный корпус без перегревов. И если китайцы выпустят апдейт биоса с разблокировкой TDP, в чем я очень сомневаюсь, такой малыш станет действительно мультимедийным топовым мини-ПК. В общем, один косяк программного обеспечения задушил потенциал действительно интересного устройства. Еще хотел показать вам вот этот вот кабель. Вот такой кабель для ПК. Я считаю это слишком коротко. Вообще я не люблю контент, который базируется чисто на критике. Но тут тесты не обманешь. Вы все видели. Мы действительно пытались поднять TDP не только через биос, но и через Universal Tuning Utility. Ничего не вышло. Поэтому в текущем состоянии я к покупке, тем более там за 45 тысяч, этот компьютер рекомендовать не могу. Все наши соцсети в описании. Читайте нас в ВК и Телеграм. Меня зовут Михаил Крошин. Покупайте технику с умом. Еще увидимся. Пока.